Сегодня в Чувашском государственном университете официально открыли современный лабораторный корпус. Так в УЗИ создают условия для подготовки востребованных кадров. Как будут обучать специалистов электротехников, увидел мой коллега Дмитрий Ковалев. Работа учебного корпуса начинается с чистого листа. Вместо красной ленты на белой доске штамп одобрено. Глава региона отметил, что это инвестиции в подготовку квалифицированных специалистов для экономики. Люди работают на четкой целье полагания, цветотовары по теме импортозамещения. Большинство лабораторий этого корпуса созданы совместно с будущими работодателями. Сотрудники предприятий и сами выступают преподавателями. На учебных стендах макеты приводов и систем релейной защиты, которые производят заводы электротехнического кластера республики. Большинство специалистов электротехнических предприятий республики – выпускники ЧГУ. Сейчас университет наравне с производителями входит в состав инновационного кластера. Открытие учебно-лабораторного корпуса ВУЗа – новый шаг на пути развития отрасли. Курс на цифровизацию энергетики в учебном процессе. Одну из лабораторий ВУЗа оборудовали по проекту подстанции инновационного центра «Сколково». Уже в университете студенты практикуются в условиях, максимально приближенным к заводским. И возникла потребность повышения квалификации эксплуатации. На практике в учебном корпусе студенты будут изучать и основы создания микросхем. Если микросхемы не имеют внешних выводов, и поэтому применяются бесконтактные способы. Наносится паяльная паста через трафарет. В подготовку будущих специалистов для своего производства работодатели вкладывают многомиллионные суммы. А вот бюджетных мест явно не хватает. И это проблема. Вопрос увеличения квот уже решается на федеральном уровне. Среди первостепенных задач – стимулировать талантливых ребят. Алексей Федоров мог пройти конкурс в любой московский ВУЗ, но поступил в ЧГУ. Университетская программа, она во многом идентична. Проработав на каком-нибудь предприятии, мы получаем опыт. Глава региона отметил, что инвестиции, вложенные в подготовку специалистов и приобретение современного оборудования, всегда оправдываются. Разработки уже в реальном производстве оказываются. Вот это здорово. Мы на правильном пути. Тем, кто уже устремился вперед в научную стезю, очень важна господдержка. Один из стимулов для студентов – стипендия президента страны. Свидетельство о лучшем из лучших вручил Михаил Игнатьев. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика.